Всем приветик-приветик! С вами Кэти Лакс. Сегодня у меня нет новиночек, но мы вновь продолжаем распаковку бумажных сюрпризов. И я надеюсь, вам понравится. Начинаю выбирать конвертики. Бумажные сюрпризы на тему еды. Здесь всего 4 конвертика. Я давно не делала новиночек. И выберу вот этот конвертик. Он мне нравится больше всего. Такой яркий и здесь красивая пицца. Так, его откладываю. Вот такие вот маленькие конвертики. Здесь находятся бумажные чашечки. Мне нравятся такие рисунки. Они простые, но выглядят очень стильно. Можно выбрать вот такую вот зеленую чашечку с сердечком. Коллекция Пушин. Здесь 4 конвертика. Они все цветные. Вот этот вот конвертик нежный. Выглядит прикольно, необычно. Кстати, здесь уже осенняя погода. Шарфик, шапочка. Поэтому выберу именно этот конверт. Так, коровий принт. Три конвертика осталось. Хочу выбрать вот такие вот голубые пятнышки. Останется всего лишь 2 штучки. Конвертики немножечко у меня помялись. Это конвертики с арбузной темой. Конвертики простенькие, но внутри достаточно интересные рисунки и прикольные наклейки. Так, а почему бы мне не открыть сегодня 2 конвертика? Открою вот такой вот полосатый, как и моя водолазочка. И можно открыть вот такой вот просто арбузный конвертик. Коллекция Суши. Цветные конвертики и один более простенький, поэтому выберу его. Он немножко отличался. Коллекции Единорог, стикеры Телеграма. Я не помню, как его зовут, уже забыла. Но он очень веселый, мне нравится эта тема. Можно взять вот такой вот радужный конвертик. Облака, радуга. Люблю такую тему, поэтому выбираю его. Конверты с дудлами. Их у меня много, поэтому можно открыть сразу 2 конвертика. Вот такой вот с необычными персонажами. Кстати, каждый вот этот конвертик, это очередная тема дудлов. Их можно нарисовать, например, в личном дневнике или скетчбуке. Все они такие нятные. Этот мне очень нравится, поэтому открою и его. И вот такие вот конвертики простенькие. Здесь находятся наклейки с единорогами. Это уже не стикеры Телеграма, они все очень похожи. Поэтому, наверное, без разницы какой открыть. Открою вот такой вот с облачками и вот такой со звездочками. Начинаем распаковку с коллекции чашечек. Очень прикольные чашки. Вот так вот я их подвину. Мне, кстати, такие чашки хотелось бы, чтобы продавались. Потому что вот эти вот очень миленькие. Мне прям-таки нравятся. Особенно вот эти две очень симпатичные. Вот такой вот зеленый конвертик или пакетик. То, как говорит, открываю и внутри вот такая вот миленькая чашка. Напоминает какой-то такой пончик, украшенный глазурью и посыпушкой. Симпатичная чашка. Это коллекция без номеров, поэтому я могу приклеить ее совершенно на любое место. Вот здесь вот хорошее местечко. Упс. Так. Я думаю, здесь она достаточно хорошо смотрится и сочетается вот с этой вот сладенькой чашкой. Коллекция залипашки. Я забыла выбрать конвертики. Они почему-то у меня лежали в сторонке, осталось только два. Поэтому оба их сегодня открою, чтобы все-таки завершить эту коллекцию. Два вот таких вот симпатичных пластыря. Вот этот пластырь более реальный, более натуральный, такой простенький. И пластырь с вишенками. И сразу открою второй конвертик. Такс. Два вот таких вот симпатичных, миленьких пластыря зайчатки. Мне очень нравится. В центре расположена морковка и вот такой вот милый, скорее всего, это барашек. И такие розовые облачка. У меня появилась небольшая проблемка, всего три местечка, а пластыря у меня четыре. Не знаю, как так вышло, но один пластырь оказался лишним или не хватает одного местечка. Поэтому вишенки я приклеиваю вот здесь. А вот такое вот сердечко можно расположить, например, как-нибудь вот так. Действительно теперь похож на пластырь. Кстати, для любителей декоративного скотча, вот эти вот темы, вот эту вот идею можно использовать для изготовления скотча. Потому что можно продолжить ряд и будет такой вот прикольненький, необычный скотч. Следующая тема дудлы. Вот такая вот страничка. Сегодня я открываю два конвертика. Сразу начну. Так. Здесь у меня два вот таких вот симпатичных монстрика. Монстрика, дудлика, не знаю, как их лучше назвать. Вот этот змейка или червячок. Выглядит очень прикольно. У него такие необычные глазки. И сразу открою второй конвертик, чтобы определить, как расположить эти дудлы. О, а здесь вот такой вот магнитофон и симпатичный вот такой дудлик с сердечком между рожек. Так, я начну заполнять вторую страничку, потому что на первой немножечко не хватает места. И как-то вот так вот уже располагаю свои дудлы. Так, и главное поместить магнитофон. Так, вот. Думаю, так он будет симпатично смотреться. Получается вот такая вот прикольная, необычная картинка. Когда все будет заполнено, будет очень яркий разворот. Так, бумажное суши. Сегодня у меня один конвертик. Так-с. Открываю его. И, 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 и внутри вот такая вот сушина в виде рыбки. Номер три. Кратненько приклеиваю ее. Она достаточно большая и немножечко заходит на соседний квадратик. Кстати, я очень люблю суши. Не часто их ем, но очень люблю. Та-дам! И распаковочка с единорогом. Здесь у меня вот такой вот радужный, яркий, прикольный конвертик. И вот такая вот улыбашка. Действительно, он смеется во весь рот. Все видно. Такие зажмуренные глазки. Номер четыре. И вот сюда вот его приклеиваю. Тимпотяжка. Кстати, ребята, можете написать мне в комментарии, какие темы бумажных сюрпризов вы хотели бы увидеть. Потому что иногда просто нет идей. Так. Коллекция Пушин. Открываю сегодня вот такой вот конвертик. Нежный, фиолетовый, сиреневый. И достаточно спокойные цвета. И очень красивый конвертик. И здесь вот такой вот Пушин, расположенный на облачке с хвостом единорога. И вот такими вот крылышками. Это Пушин Пегас. Номер шесть. И получается, что у меня уже заполнена вот эта вот страничка. Тут три наклеечки. Все такие прикольные, симпатяшки. Мне особенно нравится вот этот вот котик-кексик. И на очереди мини-коллекция. Здесь всего лишь пять наклеечек. Две уже приклеено. Сегодня приклеиваем еще одну голубой конвертик. Такс. И здесь вот такая вот нежная, симпатичная, очень прикольная коровка. Такие вот нежные ягодки-клубники. Прям такие... Такая вот малышечка-пухляшечка. Очень красивая наклеечка. Номер один. Так. И наклеечка расположилась на своем местечке. Очень красивая. Наверное, мне она нравится больше остальных. Потому что здесь такие яркие, прикольные, такие вот симпатичные ягодки. Коллекция вкусняшки, еда. Вот такой вот конвертик с пиццей. Плотно он у меня закреплен. И в нем попадается вот такая вот прикольненькая картошка фри. Номер три. Картошечка отправляется на свое местечко. Все эти наклеечки отлично сочетаются друг с другом. А у них такие милые глазки. Прям-таки мне очень нравится. И одна из моих любимых коллекций. Это коллекция Арбузная тема. Сегодня мы открываем два конвертика. Начну вот с этого полосатенького. И здесь попадается вот такой вот поедатель, любитель арбуза. Вот такой вот симпатичный песик. Так, наклеечка под номером один. Так. Аккуратненько приклеиваю ее. И вот такой вот арбузный конвертик. Второй конвертик, который сегодня открою. Не пойму, за что он открывается. Никак не могу подсказать, но все-таки получилось. Такс. И здесь вот такой вот коктейльчик из-за вкусных долек. Кстати, все это в виде арбузной чаши. И симпатичный зонтик в уголочке. Номер семь. Приступаем к следующей коллекции. Как я уже и говорила, это подарочные наклеечки. Я рисовала их не сама, но думаю, ничего страшного, если распаковывать бумажные сюрпризы. И некоторые наклеечки будут вот в таком вот прикольном стиле. Все равно это очень интересно смотреть, что же там внутри. Какая придется наклейка. Вау, попадается вот такая вот нежная, красивая, сказочная лошадка-единорог. С такой вот большой гривой, хвостом. Выглядит все очень объемно. Она, кстати, похожа на какое-то пирожное. Здесь также нет номеров, поэтому я могу приклеивать совершенно, куда захочу. Приклеиваю стикер рядом. Начну заполнять одну страничку. И второй конвертик. Здесь попадаются два вот таких вот милашных, дружных единорога. Наверное, это опс. Или подружки, или сестренки. Немножко не видно хвостиков. Хотелось бы вот здесь вот дорисовать хвостики, но очень-очень симпатичные. Так. Обязательно пиши в комментариях, какие еще бумажные сюрпризы ты хотел бы увидеть на моем канале. И не забывай ставить лайк этому видео. Всем пока-пока и до новых видосиков.